Ну, кстати, в Орлёнке из-за ограничений прошлого лета и того, что не всех отдыхающих смогли принять, часть путёвок перенесли на этот год. Больше половины долгов уже отработали, осталось чуть более 500 путёвок. Подробнее об отдыхе в лагере узнаем у директора Всероссийского детского центра Орлёнок Александра Джиуса. Александр Васильевич, здравствуйте. Ну, вы просили Роспотребнадзор разрешить вам увеличить заполняемость 75 до 100%. Этого удалось добиться. Какие аргументы сыграли в вашу пользу и почему это было так важно? Ну, фактически с 1 июля прошлого года, работая в режиме 75% загрузки, также в качестве эксперимента нам разрешил Роспотребнадзор отработать в режиме эксперимента. Вы знаете, что все работали в 50% загрузки с местными детьми. Мы принимали около 20 регионов, которые также нам разрешил Роспотребнадзор. Это Севера и те регионы, государский край, Адыгея, Саракольский край, Республика, то есть Ингушетия, Дагестан и так далее. То есть мы работали с теми регионами, где была благополучная эпидемиологическая обстановка. И почему нам разрешили? Потому что у нас есть все условия, есть соответствующие подготовленные кадры, медицина, способность и возможность отреагировать на это. И мы, собственно говоря, не подвели наших партнеров, Роспотребнадзор отработали на все 100%. У нас не было ни одного заболевшего ни среди сотрудников, ни среди детей. Поэтому мы обратились, начали работать с 75% загрузкой уже как все в начале года. Вот сейчас у нас идет пятая смена. Мы попросили с шестой смены, с 30 мая работать со 100% загрузкой. Важно это потому, что мы очень сильно востребованы. И наши партнеры все время просят добавить количество путевок для реализации тех или иных федеральных программ. Вот сейчас это удастся решить. И плюс у нас задолженность по прошлому году, по детям, которые выиграли конкурсные путевки, но попасть не смогли в силу ограничений. Теперь они к нам приедут. Вот этими связана наша просьба. Но мы уже научились работать в ковидных условиях. Тем более, что коллектив наш прививок. Там остались уже совсем немного людей, которые получают вторичную прививку. Очень жесткая регламентация всей нашей деятельности. А вот сокращение заполняемости, которое было до этого, как-то отразилось на стоимости путевок в Орленок? Никак не отразилось. Мы индексируем стоимость путевки только исходя из инфляции. Потому что основные путевки – это конкурсные. То есть бесплатные для регионов и для организаторов, которые государство оплачивается за счет госзадания на стое конкурса. И только 20%, чуть более 4 тысяч, мы продаем в свободную реализацию. И то мы стараемся не продавать эти путевки, просто свободно. Мы находим партнеров, с которыми реализуем, в том числе, совместную коммерческую программу. А вот многие из них пишут, что из-за того, что президент объявил 50% кэшбэк на детский отдых в лагерях, родители сейчас пытаются сдать купленные ранее путевки и приобрести их заново. Вы с такой проблемой у себя столкнулись или все-таки нет? Нет, мы с такой проблемой не сталкиваемся, потому что если кто-то сдаст путевку, то ее тут же немедленно купят. У нас осталось буквально десятки этих путевок, которые мы можем еще предложить нашим партнерам. Все остальное продано, и никто ничего у нас не сдает. Потому что прекрасно понимает, что если они сдадут путевку, то они ее уже потом не купят. Спасибо большое. На связи со студией был Александр Джоус, директор Всероссийского детского центра Орленок.